Ранее здесь был пустырь, заросли кустарника, горы мусора, заброшенные фонтаны. И все это в самом сердце автозаводского района. Скоро на этом месте откроется сквер. Перемен жители ждут с нетерпением. На площади в 76 тысяч квадратных метров появится фонтан, искусственные водоемы, игровые площадки, скейт-парк и территория отдыха. Выставочный зал почти готов. Все там загажено было, бутылками забросано. Конечно, ожидаемо. Это же центральная улица города Тольятти. И все-таки хотелось бы видеть ее облагороженной, благоустроенной центром культуры города. Губернатор Дмитрий Азаров заручился поддержке федерального центра и там приняли решение выделить средства автограду. Какие объекты возводить, спрашивали у тольяттинцев. Комплекс «Союз» на бульваре Кулибина буквально вырос на глазах жителей. Универсальный спортивный зал предназначен для нескольких видов спорта. Бадминтон, баскетбол, волейбол, теннис. Тут ждут девушек и юношей, будущих олимпийцев, в возрасте от 10 лет и старше. Не обошли вниманием и людей с ограниченными возможностями здоровья. Они смогут играть в ринг-теннис и бадминтон-теннис. Детский сад «Ладушки» в 20-м квартале готов на 95%. Здание укомплектовано мебелью, кухонным оборудованием, оснащены медкабинет и прачечная. Скоро здесь примут около 350 малышей. Школы, поликлиники, спорткомплексы, новая сцена театра, ремонт и строительство дорог. Внимание городу огромное. Планы у областного правительства в год Тольятти грандиозные. И не ограничиваются только памятной датой выпуска первого автомобиля. На ближайшую трехлетку более 5,5 миллиардов рублей запланировано для финансирования нужд городского округа. И эта сумма не окончательная. В ближайшее время при корректировке бюджета мы учтем дополнительные расходы на ряд направлений. И в течение года также будем это поддерживать. Тольятти постепенно уходят от режима моногорода. Территория опережающего социально-экономического развития, которая создана в Автограде, дает свои результаты. Количество резидентов рекордное – 75. Успешные предприятия – это больше налоговых поступлений в бюджеты разного уровня. А значит, в Тольятти новые объекты будут появляться чаще. Игорь Романов, Сергей Александров, Новости губернии.